Кирсон Николаевич, как президент шахматы федерации вы довольны с уровнем турнира? Ну конечно, я хотел бы в первую очередь поблагодарить участников этого турнира, 8 сильнейших международных гроссмейстеров, которые на протяжении двух недель сражались за право бросить перчатку чемпионов мира Магнусу Карлсона. Приняли участие все очень известные, сильнейшие, начиная от многократного чемпиона мира индийского гроссмейстера Виши Ананда, чемпиона мира Веселина Топалова, болгарского гроссмейстера, обладателей кубков мира Ливона Ароняна, Петра Свитлера, Сергей Корякин. Очень сильные два американских шахматиста Накамура и Карвана, Гири тоже из Голландии. То есть все участники, они действительно цвет шахматной элиты и на протяжении двух недель они выясняли отношения. Но победил самый сильнейший, кто более теоретически был подготовлен, лучший. Ну и у кого воля к победе оказалась немного выше, чем у других шахматистов. Сергей Корякин победил чем. И поздравляем, он действительно по достоинству может бросить перчатку чемпиона мира Магнуса Карлсона. Как гражданин России вы довольны тем, что российский гроссмейстер победил? Ну конечно, во-первых, то, что в центре России, в центре Москвы, в этом историческом здании, здании московского телеграфа, сражались сильнейшие шахматисты планеты. И именно здесь, в Москве, в России победил крымчанин Сергей Корякин, и который в последнюю партию победил, можно сказать, американца. Хотя я болел за всеми, переживал за всех шахматистов, как президент Фидея. И то, что 10 ноября именно наш россиянин, крымчанин Сергей Корякин будет сражаться с Магнусом Карлсоном в Нью-Йорке, в центре тоже в Нью-Йорке, на Пятом Авеню. Вы чувствуете, что интерес к шахматам растет или наоборот падает? Ну 20 лет назад, когда я пришел в Фидея, вот в 95-м году, когда меня первый раз в Париже избрали президентом Фидея. Фидея в год проводила в официальном календаре, было всего несколько шахматных турниров. Сейчас более 100 тысяч турниров мы проводим. Около 600 миллионов играет в шахматы. 186 стран являются членами Фидея. У нас очень активно развивается программа Честенскулс, шахматы в школах. Вместе с президентом Южноафриканской республики развивается программа Честенвиллдж, шахматы в каждой деревне. То есть это очень много программ, и во многих странах действительно наблюдается шахматный бум. И в тех странах, где шахматы не очень были развиты, ну например, как во Вьетнаме в свое время, в Турции, в Монголии, то в Мексике, то в этих странах сейчас шахматный бум. А насколько спонсоры охотно дают деньги на проведение турниров? Ну, понимаете, здесь вот вопрос, одно дело дать деньги, где эта игра или вид спорта как бы смотрибельная, да, ну например, вот чемпионат по боксу, например, или по футболу, когда четко, жестко регламентированное время есть, да, 45 минут, первый тайм. Здесь у нас же партии иногда играются не просто по нескольких часов, по 6, по 7, по 8 часов, и очень трудно это поместить вот в телевизионный формат. Но тем не менее спонсоров много на проведение тех или иных вот больших крупных мероприятий. Сейчас вот по несколько стран, например, сегодня был конкурс или тендер за право проведения чемпионата мира среди школьников с 1 по 15 сентября. Так вот, участвовало 5 стран, Турция принимала участие, Италия, Албания, Польша, Россия. И вот в таком поединке Россия победила, и в этом году чемпионат мира среди школьников будет в Дагомысе, в Сочи. А хантамансийские листа не будут еще задействовать? Хантамансийский тоже. Вчера президент шахматной федерации, мэр города Хантамансийского Василий Александрович Филипенко тоже подал заявку на право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году и женского гран-при. Я думаю, что эта заявка очень сильная, и хантамансийский вновь может победить и стать хозяйкой Всемирной шахматной олимпиады. На сегодняшний день в спорте на какой-то невероятный уровень вышла тема допинга, слишком много внимания к ней приковано. А как вот шахмат? У нас всех шахматистов проверяют. В 1999 году, когда Хуан Антонио Самаранч, бывший президент Международного олимпийского комитета, на исполкоме они рассматривали мою заявку о включении ФИДЕ, Международный олимпийский комитет в программу. И в 1999 году Международный олимпийский комитет впервые признал шахматы как спорт и признал Международную шахмату Федерацию ФИДЕ. А так как нас признал МОК, то мы должны участвовать во всех программах Международного олимпийского комитета. И с 1999 года мы создали рабочую группу. На протяжении полугода, шести месяцев они определяли, что считать допингом. В 2000 году было принято решение и все шахматисты, участники крупнейших международных шахматных соревнований сдают анализы на допинг. Когда все-таки шахматы смогут войти в программу больших олимпиад? Ну вот сейчас мы ведем работу. Я благодарен президенту Международного олимпийского комитета Томасу Бахов. В прошлом году летом состоялось первое совместное заседание руководства ФИДЕ и Международного олимпийского комитета, на котором мы конкретно рассматривали, как шахматы могут быть признаны Международным олимпийским комитетом, и чтобы мы вошли в зимнюю олимпийскую программу. И чтобы быть где-то вот так вот между утренней и вечерней программами? Ну да, потому что вот дневная как программа, там вот с утра идет до 15 часов, да, и с 19 вечерняя программа. И вот шахматы, шахматная программа как раз могла бы войти с 15 до 19 часов. Ну это будут, наверное, рапи, это быстрые шахматы, интерес большой. То есть получасовки какие-то, да, может? Ну по 25 минут, да, вот эти быстрые шахматы. Поэтому сейчас вот дискуссия и вот такие рабочие заседания, они проходят, мы обсуждаем. Ну дай бог. Спасибо, Кирсен.